ДАМЕР, ДАМЕРЮ, ДАМЕРЮЮЩ Конечно же на этом канале мне не вперёд заищать и оправдывать разного рода игры, незаслуженно отвергнутые толпой. Большинство случаев вы со мной согласны, а иногда и нет, но тем не менее вас это в принципе устраивало, и вы иногда писали мне «Ну ладно, может это и не параша». Сегодняшний же ролик не будет правилом из исключений, ибо я немного поведаю вам про King's Bounty 2, и это абсолютно нетипичный. Мой ролик с полноценным разбором сюжета и по косточкам я буду перемалывать игру в рамках серии роликов про КБ. Сегодня же я просто скажу вам, что с этой игрой так и что с ней не так, ибо я абсолютно максимально заинтересован в развитии данной игры и нашего родного СНГ Игропрома в частности. Я искренне желаю разрабам успеха и максимально хочу поддержать их в их начинаниях, так что не ожидайте обилия шутейками массов, сегодня мы поговорим серьёзно. Когда впервые игра была анонсирована, я был крайне удивлён, разрабы обещали смесь стратегических пошаговых битв, изучение мира ответив в лица, и всё это в фэнтезийном мире. Я ещё тогда подумал, вау, какое замечательное продолжение всеми любимой игры Восхождение на трон. Однако нет, это казалось КБ 2. Нужно ли нам было продолжение КБ? Возможно. Я бы в принципе от продолжения Волкодава не отказался, да и на ядерный титбит с геймплеем Детройда поглядел бы. 38 доз герычем, ты пытался заторчать наверняка! Игра плавно делалась, разрабы выпускали трейлеры, рассказывали про игру, а у Олдовши тем временем плавно возникали претензии и зуд в заднем входе. Мало того, что игра чё-то совсем не выглядит сказочно вырвиглазно, так добавку брали вид камеры сверху. Очень странное решение, конечно, сделать игру от лица третьего, а не сверху, ибо это так-то куда слышнее. Я же особо себя ни на что не настраивал и вполне спокойно ожидал выхода игры. Ну разве что был бы не против отсылки на щит, колесо и зуб стальной. Смотри, тренер, на мою броньку и на мой шлем. И вот игра вышла. В моих руках она, правда, казалась куда раньше, ибо мне выделили пресс-копию игры, однако я не особо спешил с обзором. Я решил подождать и, подобно, серому кардиналу посмотреть на первые отзывы игроков и обзоры игрожуров. Вполне ожидаемо, на игру набросились одни и восхваляли другие. Причём, в отличие от Ластухи 2, тут мне они были разные абсолютно у всех. Одни были недовольны, что игра совсем не КБ, а другие говорили, что всё не так уж и плохо, и тот же самый КБ был вовсе не КБ. У игре есть плюсы и косяки. И, к нашему же счастью, многие косяки уже патчатся, а сами разрабы довольно открыты предложением. Лично я же воспринимаю игру как некую бету, которую потом планирую дошлифовать в угоду игрокам. Типа как Early Access, но не Early Access. Что ж, Макинтош, тогда, пожалуй, пришло время вставить и мне свои 50 шиллингов. Но, перед этим, знаете, что я крайне советую вам приобрести ноутбук Rock Zephros S17. Многие из вас знают, что я не пальцем делан и в железе разбираюсь, а потому данный ноутбук максимально легко заслужил моё доверие. Ноутбук Rock Zephros S17 открывает новые возможности для геймеров и творческих профессионалов. Ромал для того, что он оснащёт видеокарты GeForce RTX 3080 и процессором Intel Core i9 11-го поколения. И последний факт, кстати, прекрасен, ибо я, как вы помните, давний поклонник Intel. Сам ноутбук примечатель многими прочими вкусностями, как, например, оптика-механическая клавиатура, автоматически приподнимающаяся под удобным для руки углом. Ноутбук Zephros S17 заключён в тончайший корпус из магниево-алюминиевого сплава. Как он такое, а? Поверхность корпуса устойчива к загрязнению, да на ней даже не остаются следы от пальцев. Отделка же выполнена в элегантном тёмно-сером цвете. Ноутбук тупо на стиле. По ранее сказанному уже можно чётко понять, что ноутбук эффективен во всём. Он подойдёт и для игр, и для монтажа, и для графики. Всё абсолютно прекрасно, однако это ещё далеко не всё. Модель относится к серии тонких высокопроизводительных игровых ноутбуков Rock, представленных тремя сериями. Rock Zephros S, Rock Zephros M и Rock Zephros G. Концепция у этих ноутбуков одна. Топовая конфигурация, тонкий и лёгкий корпус, премиальные материалы, самые последние наработки инженеров. Подписывайтесь на группы Asus Rock России в соцсетях, узнавайте ещё больше про мочлищие ноутбуки Republic of Gamers и другие продукты этой линейки, а также участвуйте в конкурсах и выигрывайте крутые призы. Asus Rock. Переходи по ссылке в описании под роликом и приобретай лучший ноутбук уже сегодня. После запуска игры каждый игрок пойдёт выбирать себе одного из трёх персов, которых я пока что могу лишь описать Геральт, Йен и Рыжая Колхозница. Разумеется, они отличаются друг от друга по способностям и стилям игры, но нам на это сейчас насрать, поэтому я выбираю чела с голосом ведьмака. Моё имя Айвор, предводитель знаменитого отряда «Псы войны». Хм, ну-ну. По завеске сюжета, игрока выпускают из тюрьмы и сразу же тут начинается игра. Господи, какой же этот мужчина всё-таки фик. Побегушек в замке не хватило до первых мыслишка относительно игры. Выглядит она достаточно неплохо, модельки персонажа не всраты, игра фен неплохой, а диалоги вполне себе диаложные. Дальше вы не пройдёте, пока не получите бумаги. А ещё охрану, коня и снаряжение. Замёрзнете же, или волки задерут. Да и с юмором тут всё достаточно неплохо. ОМОН по три поветрия моровое. Везде карантин, маги в масках. По всей королевской земле нежить из могил лезет. Я вот думаю, неужто некроманты вернулись, как встали? Однако, чем дальше я шёл, тем больше замечал неприятные неровности. Конечно же, очень и очень много раз рабы же пообещали исправить, и даже примерно известно что. Но лично я всё же поясню за всё, что увидел. Так сказать, законспектирую подобно Сладеноте. Началось всё с самых мелочей. Типа, почему чтение всякого стаффа не стилизовано никак? Можно было бы объяву расположить на бумажной ПНГшке, а книги на книжной. Почему интерфейс никак не украшен, и просто выглядит как интерфейс Ведьмака Третьего? Я, конечно, понимаю, что разрабы вдохновлялись Ведьмаком, но с тут понимать, что сам Ведьмак далеко не идеальная игра. Берите лучше запрямую Kingdom Come. Нет, тут, конечно же, всё сделано по стандартам, но чутка любви, думаю, проявить-то можно? При этом к самому дизайну мира я никак придраться не могу. Что снежные пейзажи, что летние красоты, или же дизайн помещений, всё прекрасно. Жаловались, что игра не такая красочная, как КП от Катаури? Вы вообще обучение заканчивали? Да тут везде в глаза бросается цветочная красота и помпезность. Лично я как будто в кровь и вино окунулся. Также красиво сделаны и карты мира. Лично я бы такую с радостью повесил бы на стену, если бы она была тряпичная. Эх, почему сейчас никто не делает карты мира из ткани, как это было с той же ультимой? После выхода из замка происходит первая битва, и происходит она все против волчар позорных. Боёвки лично я претензий никаких не имею, играется всё отлично и тактично. Волки кусают, копейщики бьют, заклинания жгут, а трупики падают по рэкдолу. Есть, конечно, иногда претензии к сложности, да и у народа были возражения кое-каким испытаниям, но это уже обещают пофиксить добавлением уровней сложности, да и к тому же я уверен, что так или иначе баланс будут корректировать. Благо, игроки активно написывают разрабам. Это, кстати, меня радует, что многие игроки отнеслись серьёзно и вместо банального хейта, мол, игру гоно, да-да-да-да-да-да и усирания в стиме, решили заняться адекватным фидбэком. Всё-таки видно, что народ сам истолсковался по народным играм. Сами же модельки юнитов хороши и выглядят бодры, особенно восхитительно, как вражеские ребята начинают выкабениваться, когда мы подходим к границам поля битвы. О, пацанчик, ты не в тот район зашёл, о, сейчас мы тебе это по жопе надаём. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу. Очень классно сделано, скажу я вам. Однако, где игра хороша, там же она может быть и плоха. Почему свои модельки юнитов в интерфейсе не анимированы никак? Они буквально просто статичны. Герой двигается, а вот они. Что это? Скриншот? Что это? От столбеней? Я когда увидел, аж прифигел с этого, ибо выглядит как-то дешево, я бы даже сказал по-мобильному. Теперь пару слов насчет диалогов. Тут абсолютно нет никаких RPG-шных диалогов с вариантами ответов. Для кого-то это будет минусом, ибо люди вполне могут посчитать подобное за халтуру. Я же вспоминаю, что подобная практика на деле неплоха. Тот же Arx Fatalis не обладал стандартной диалоговой системой, но при этом подобное там выглядело достаточно органично, так как диалоги занимали куда меньше времени, а сам игрок больше занимался иными вещами. Тут же положняк немного иной, ибо диалогов гораздо, гораздо больше, и из-за этого кажется, что ты просто смотришь кинч. Да ты обычный вор. Ещё слово. И уедешь из города на похоронной телеге. Впрочем, игра очень даже часто даёт игроку возможность выбирать по какому пути. Правда, этот выбор также совершается не через диалоги, а, допустим, просто обращением к тому или иному персонажу. Например, в обучении игрок становится свидетелем конфликта работяг и местных бомжей и пенсионеров. Чего это мне влезать в вашу ссору? Ты человек, а тебя это тоже касается. Дворф и лесорубы хорошо живут. На подачках из крепости от Вальбера, будь он не ладен. Можно сделать выбор и стать на более предпочительную сторону, но вот сам выбор делается буквально подходом к одному из ребят. И при этом после выбора не происходит какого-то переходного диалога, типа выхрика недовольных или одобрения довольных. Просто начинается махач. И таких моментов очень много. Допустим, уже в городе я как-то столкнулся с одним из выборов, и после принятия решения отверженный персонаж просто испарился без лишних слов и возмущений. Будьте готовы к схватке. Конечно же, подобное сейчас уже вряд ли пофиксишь, но блин. Именно такие мелкие детали окутывают игру подобно парфюму. В данном же случае эта игра пахнет как от юного меня, а именно запахом вайткорса и арома рич. Но при всем при этом само написание диалогов и вообще литературная составляющая на хорошем уровне. Это касается и книг, и общения с персонажами. Песы встречаются разные и говорят про интересные вещи, а некоторые кресты в диалоге так и вовсе потешные либо юмором, либо абсурдностью. Не говорите так. Каждый такой цыпленок стоит дороже, чем ездовой конь. Да я 50 золотых за каждого цыпленка готов заплатить, лишь бы вернуть их. Допустим, в этом квесте нас буквально заставляют искать по городу лакшери курчик для барского стола. В какой-то момент одна из кур оказывается под сракой местного авторитета, и дабы ее достать нам приходится зарезать десяток с лишним людей. Потрясающе. Квест и главный сюжет именно та вещь, которая не давала мне дропнуть игру. Я заметил за собой, что все играл и играл в игру, хотя в принципе футажей для ролика записал достаточно. Да даже когда я монтировал ролики по халфе, я ловился на мысли, мол, блин, сейчас бы в КБ дальше поиграть. А еще тут есть торговцы. Очевидно, что тут должны быть торговцы. Кто-то торгует предметами, с фитками, заклинаниями, лишь, допустим, юнитами. Вроде бы все идеально, но с большинством взаимодействия абсолютно безжизненные. Мы просто подходим, жмем кнопку и открывается окно торговли. Ни тебе здрасте, ни до свидания, ни спасибо за покупку, сэр. Почему так? Я понимаю, что после пары шопинг таймов люди будут просто автоматом скипеть приветствовать. Это не означает, что их не следует вставлять. Абсолютно мёртвыми становятся отношения с фикторами и сюжетными персами после того, как мы их заканчиваем в сюжетные ветки. Допустим, я выполнил квест для этого скелетона. Награду он стал торговцем-нежистью, но именно после этого он просто прекратил со мной разговоры. На нем просто молчаливый торгаш. И после этого мне еще сильнее обидно. Его по сюжету челиком он мне показался приятным. А теперь уж он как бывший одноклассник, который с той при случайной встрече даже не поздоровается. Притом такое происходит только с торговцами. Остальные же персонажи вполне спокойно могут сказать пару ласковых при встрече или же чего интересного. У вас есть срочное дело? Нужна подпись магистрата? Нет. Уходите, я занят. Теперь еще наконец-то про самый важный аспект игры – исследование мира. Очень долгое время в игре я провел за осмотром мира и путешествиями по локациям. Порой я катался на лошади, где-то что-то лутал, иногда приезжал в город, сбагривал всякий хлам, иногда разговаривал с людьми и выполнял квесты. Во время всех этих действий мне приходилось слезать с лошади, ибо конкретно сидя на лошади персонаж ничего сделать не может. Разумеется, такой очевидный неудобный косяк разрабы уже обещали пофиксить, да еще и спринт добавить. Это хорошо. Но при этом далеко еще не все. Я просто максимально настаиваю, чтобы разработчики пошли на уступки и сделали гибридную камеру на манер первого Ведьмака. Я понимаю, что разрабы принципиально не хотят делать вид камеры сверху, но так нельзя. Дайте людям возможность выбирать. Это отлично работало в Ведьмаке первом. Абсолютно восхитительный эффект вызывало в Драгонаге. И именно в КБ 2 подобный мув возымеет феноменальный импакт от игроков. Ибо хоть мир КБ и прекрасен видами и графеном, он очень и очень чугунный. Не тебе движение травы от ног игрока, не тормошение веток мощным плечом. При виде от третьего лица это очень часто бросается в глаза. А вот при виде камеры с видом сверху никаких проблем не будет. Тем более, если игроки просят, то почему бы не пойти на встречу? КБ 2 на данный момент это буквально игра, которую многие игроки купили и довольно увиденным. Однако многие при этом уверены, что патчами и допилами игру можно сделать гораздо лучше. И это один из тех случаев, когда и игроки, и разработчики вполне заинтересованы в поисках компромисса. Лично я очень не хотел бы, чтобы игра повторила судьбу, допустим, до третьего. Когда изобилие хейта и недовольства, поддержку игры просто прекратили, забив на развитие игры и выпуск DLC. Мир КБ прекрасен и интересен, да и сам сюжет очень неплох. Не хочу вам его спойлерить, его очень советую поиграть в игру самим. А еще я очень хотел бы, чтобы конкретно в Мойстер или Париж завезли вот эти прекрасные издания. Вы себе даже представить не можете, как я этого хочу. Просто сейчас я активно скупаю разные отечественные годы и в комплектации тот же КБ был бы замечательным приобретением. Я в принципе все, что хотел сказать, сказал и этим доволен. Kings Bounty 2 действительно хорошая игра, которой лишь не хватает полировки и кое-каких правок. Это буквально тот случай, когда я попрошу игроков поддержать разработчиков фидбэком и адекватными отзывами. Если все пойдет как надо, то совсем скоро КБ будет еще более прекрасной игрой. А я же после этого наконец-то начну серию роликов про все части КБ. Нет, серьезно, у меня до сих пор в голове не укладывается, что сюжет Халфы кончился на таком клинике. Запутанный снег не скроет следов. Излажный глазниц не вытекут в слезы. Забыт о подробностях всех длинных снов. Но вновь погрузите несбыточные грезы.